Взрыв на побережье Черногории это съемки дайвера. В очередной раз браконьеры рыбачат с помощью динамита. И вот последствия. Взрывная волна убивает рыб и черепах. Нарушается экосистема. Дайверы в ужасе. Ведь их жизнь тоже под угрозой. Эй ты, прекрати бросать динамит. Ты убьешь меня, идиот. Александр Вукович объявил войну браконьерам со своей волонтерской ассоциацией стоп нелегальной рыбалки. Он собирает видеоматериалы и свидетельства о браконьерах, использующих динамит, делится ими с полицией и сам ходит в патрули. Выезд из порта Будвы. «Незаконный промысел с использованием динамита в определенные сезоны более интенсивны. Именно тогда, когда к побережью подходят большие стаи амберджека или других видов рыб. Такое время нравится браконьерам, использующим динамит, больше всего, потому что тогда у них самый большой улов». В такие периоды Александр и его команда тоже организуют свои рейды. Пока он высматривает браконьеров с моря, его соратники дежурят на суше. Они координируют свои действия по мобильному телефону. Но это нелегкая борьба. «Окей, идите дальше и проверьте, есть ли лодки. К сожалению, браконьеры тоже хорошо организованы. У них есть люди, которым они платят за то, что они сообщают им о приближении машины с незнакомым номером или человека, который кажется подозрительным. Тогда они скрываются». Точных данных о числе черногорских браконьеров, использующих динамит, нет. По данным местной прессы, для незаконного лова иногда может использоваться до полусотни килограммов взрывчатки в день. В соцсетях Александр и его команда размещают фото своих находок. За ловлю рыбы с помощью динамита в Черногории предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Но сегодня Александр не находит преступников. «Дальше, все время дальше». Дальше на север – идиллическая портовая деревушка, где живет 30-летний Мило. Он рассказывает, что в его семье динамит всегда был под рукой, потому что еще его дед рыбачил с его помощью. В детстве Мило часто ходил с ним на рыбалку, вспоминает мужчина. «Когда я был маленьким мальчиком лет 20 назад, я ходил с дедушкой ловить кальмаров. У него всегда был с собой динамит. И когда он видел большой косяк рыб, он бросал взрывчатку со скалы. Я покажу вам это место». Он говорит, что больше не хочет иметь ничего общего с этой семейной традицией. Но он до сих пор помнит, что происходило, когда его дед приводил в действие взрывчатку. «Все очень просто. Динамит детонирует у поверхности. Происходит взрыв. Легкие рыбы взрываются. От этого рыба надувается и всплывает на поверхность. У некоторых крупных рыб вода попадает внутрь. И поэтому они идут ко дну. Так мы ловили от 50 до 150 килограммов. Это было довольно много». По цене до 20 евро за килограмм. Это прибыльный бизнес для рыбаков. В Подгорице Александр Вукович также пытается оказать давление на политиков. В Министерстве сельского хозяйства он встречается с главой департамента рыболовства. Но определенного ответа нет. «Мы в процессе разработки нового закона о морском рыболовстве. Приоритетом для нас являются положения об уголовном наказании. Они должны быть более строгими. А виновные должны нести соответствующее наказание». Проблема в том, что несмотря на то, что за динамитный промысел предусмотрены тюремные сроки, приговоры фактически не выносятся. Это происходит потому, что даже у полиции не хватает ресурсов. «Как только эта страна скажет, что хватит, рыбакам нельзя больше использовать динамит. Проблема будет решена в течение месяца». Но пока не похоже, что это может произойти. Так что браконьеры в Черногории, скорее всего, будут продолжать заниматься своей незаконной деятельностью практически беспрепятственно, прямо посреди этого райского уголка для отдыхающих.